На видео, там артисты, их там ассистенты, они выходят в такой маленький узкий коридорчик, и потом, да, просто дышь, да. Смотри, Олег Евгеньевич, я с вами захожу, да? Да, мы. Здравствуйте. 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 Спасибо вам рассказать, что нас ждет. Я решил открыть канал на YouTube. Ну, в общем, решил и все. Это первая запись, первой, не знаю, как сказать, программы, встречи и так далее, и так далее. То есть, что-то будет, никто не знает. Ни я не знаю, ни Данила, ни вы. Но я надеюсь, что это будет с нашей стороны беседа, с вашей стороны мы будете слушать, а может быть, и будет подключаться к беседе, будет задавать нам вопросы. Знаете, если это получится хорошо и будет продолжение, вы будете гордиться тем, что вы присутствовали, ну, я надеюсь, при первой записи, первой передаче этого цикла какого-то. Вот, в любом случае, кстати, не в проигрыше, потому что, если даже будет провал, то вы будете, а мы присутствовали при провале, Меньшиков с Козловским это было, мы видим. Что-то я не понял, я тебя буду... Я очень рад, что первым человеком, с которым я решил побеседовать, и это стал Данила Козловский. Я рад, потому что он... Вы знаете, как я ему предложил, человек ни секунды не думая сказал «да». Вообще, у нас в нашем мире это не так часто происходит, я вас уверяю. Я не знаю, почему, может, потом в результате выяснится, почему это так. Мы вот сейчас с Данилой сидели в гримерной и поговорили про волнение. И я поэтому должен тебя спросить, скажи, ты волнуешься перед началом? Мне, кстати, сразу тебя прошу прощения, потому что если я иногда буду сюда, то есть не вот так тебя слушать внимательно, да, я буду иногда смотреть, потому что у меня тут подсказки. Ты волнуешься? Я волнуюсь, я правда волнуюсь, потому что вроде как это не спектакль и не концерт или еще что-то, но я прям волнуюсь. Ну ты знаешь, меня когда-то Олег Иванович Янковский спросил, «Слушайте, Олег, а вы волнуетесь перед спектаклем?» Я говорю, «Всегда Олег Иванович». Он говорит, «Ну я тоже, у меня тоже холодные руки, я столько лет в профессии, он мне говорит, и меня до сих пор волнует, я подумал, что это хорошая компания, так что я в хорошей компании». Почему вот Олег Иванович начал с того, что я сразу согласился? Потому что, ну, это не в качестве, как бы сказать, протокола или еще что-то, я мечтаю быть с Олегом Ивановичем на одной сцене спектакля. Я давно об этом... А я на самом деле мечтаю сыграть с Даниловичем. Давно. Мы давно об этом говорим. И мы говорим о том, что не использование нас как дуэта... Да, это приступление. Это приступление. Потому что на сегодняшний день возникает какая-то актерская химия. И вот это же очень такая штука, очень особенная, она не всегда возникает. То есть очень редко. И вот сегодня мой дебют на сцене Ермоловского театра. Я это заполню. Со мной на сцене. Спасибо вам, Олег Евгеньевич, за это. Смотрите, цитата 2014 года. «Мечтаю о роли тренера футбольной сборной». 2014 год? Ты сказал это в 2014 году. Это ты понимал тогда? Я просто обалдел. Ты понимал тогда, что ты имел в виду? Или ты просто так сказал? Нет. Но я думаю, что я точно не предполагал, что будет вот такой фильм, какой есть сейчас. Но у меня был какой-то просто некий образ футбольного тренера в красивом костюме. Вечно орущий, бегущий по бровке. Что-то там... Делающий руками, как-то эмоционально жестикулирует, говорит. Вот что-то такое у меня было. Мне сам вот этот образ нравился. Еще люди. Дождь обязательно льет, какой-нибудь драматический матч, ночь обязательно, софиты. Вот это вот, какая-то некая картинка была. Ну, понятно, слушайте, выходит фильм «Тренер» и премьера 19-го в России, а 9-го апреля премьера в Лондоне. Между прочим, в Лондоне, расскажи-ка, ты мне рассказывал про эту премьеру. Кто там у тебя будет, где это там будет происходить, что-то люди. Я просто всегда зову Олега Евгеньевича на премьеру, как очень близкого для меня человека, и Олег Евгеньевич постоянно не приходит. Нет, ну, секунду, что-то не приходит. Я сейчас объясню, почему. Ты не напоминаешь того, что, Олег Евгеньевич, у меня такого-то премьера, если вы не придете, я вас убью. Я знаю, что у вас спектакль. Это так всегда. И оказывается, всегда спектакль. Или же, когда Олег Евгеньевич приезжает в Петербург, и говорит, ты где? Я говорю, я в Москве. Когда я приезжаю в Москву, Олег Евгеньевич, я в Москве. Он говорит, а у меня и в Петербурге на гастролях. Да, премьера 9 апреля в Лондоне на стадионе Стэмфорд Бридж, где играет, собственно, команда Челси. И так как Челси у нас в фильме и имеет прямое отношение к картине по сюжету, то там, в общем, обещают быть интересным список гостей с участием представителей команды. Пока это как бы держится в секрете, но я вам уже все секреты рассказал. Вот, это будет 9 апреля, и я надеюсь, что все так, как задумывается, так и случится. А скажи, как у тебя родилась идея, вот именно это, принимал ты участие в создании сценария? Я тебе скажу пример, потому что, например, я когда-то сыграл Вацлава Нижинского. И я понятия не имел, кто такой Вацлав Нижинский. Я ходил, и у меня как-то заинтересовала фотография. Он такой стоит, какой-то такой, то ли фавна, он там целого... После полсвеного отдыха фавна, наверное. Да, да, да. Я смотрю, что тут такое? Потом у меня словосочетание такое, ну, если можно отдать имя, фамилию словосочетанием, Вацлав Нижинский. Мне что-то понравилось, а потом я работал в Лондоне. И какая-то туса большая. Ко мне приходит бабулька какая-то. Такая бабулька. Тут у нее тут по состоянию на каждой бусине. Она такая, тут тоже по четыре автомобиля. Это видно прямо. И она подходит ко мне, я ее первый раз в жизни вижу. И она мне говорит, русская, и она мне говорит, вы должны сыграть Нижинского. Я думаю, что же вы пристали все ко мне с этим Нижинским? Я иду случайно, захожу в какой-то магазин в Лондоне, спускаю, бах, вот такой огромный альбом. Вацлав Нижинский. И вот у меня так вот началась копиться информация, которая потом вылилась из спектакля. А вот у тебя был какой-то толчок? Или просто вот ты как бы заставлял себя это делать, и постепенно приходили какие-то там ходы? Ну вот, видите, мой первый толчок, как выяснилось, был в 94-м году. В 2014-м году. В 2014-м, да. Потом, с моей точки зрения, ничего интересного мне не предлагали как актеру. И я подумал, что, ну раз я не предлагаю, ну что я буду сейчас кричать, жаловаться, что нет хороших сценариев, давай посадить, пиши сам. И мы как-то с моим товарищем, Пашей Руминовым, с которым на тот момент мы сделали фильм «Статус свободен», это был мой первый продюсерский опыт, разговорились. Я ему сказал, что знаешь, я очень хочу сыгать футбольного тренера. И он как-то включился в это, придумал какую-то такую в двух-трех словах историю, которую потом я стал расписывать уже в синопсис. Это было во многом графоманский текст, так вот, потому что я не умею писать сценарии на тот момент точно, я не знал, как делать, но просто стал писать. А потом мне моя девушка подарила книгу, которая называется «Still like an artist», «Укради как художник». Где там, я очень люблю такие книжки, там сто страниц вот таким шрифтом и с картинками. Считается улетно. И на английском языке. То есть ты можешь сказать, я прочитал книгу на английском языке, и там очень простым языком написано такие прописные, очень понятные истины. Там, бери, делай. Все когда-то было до этого. Просто бери, сочиняй. Хочешь писать, садись, пиши. Хочешь рисовать, садись, рисуй. Мне было бы огромное удовольствие садиться и писать. То есть я брал и писал. Мне было действительно дико интересно. То есть теперь ты еще и сценарист, да? Актер, режиссер, продюсер и сценарист. Ну да, но это не было такой задачей, дай-ка я буду всем и сразу. Просто изначально было желание сыгать тренера. Потом как-то я стал все это дело писать. А потом, когда возник вопрос, а собственно, как это реализовывать, потому что денег надо много, у меня таких денег нет, надо как-то заражать этой энергией своих будущих партнеров. Когда выяснилось, а какой стадион, а мне нравится этот стадион. Но этот стадион мы не можем позволить себе, потому что он дорогой. Ты начинаешь подходить Сергею Николаевичу Галецкому, который основатель футбольного клуба Краснодара, и стадион, и Сергей Николаевич, пустите нас, пожалуйста. Мы такое вам кино снимем. А Краман Аркадьевичу не приходилось выходить. Краман Аркадьевичу приходилось приходить. При том, что... Нет, не отказал. При том, что нет за спиной не то, что на короткометражке, а вообще ничего. Ну, просто я прихожу, и говорю, можно я вас... Ну, я думаю, что есть наглость какая-то. И какая-то, может быть, амбиция, и какой-то, ну, не знаю, какой-то азарт, наверное, который, может быть, позволяет довериться. Я им очень благодарен, потому что они поверили, и пустили, и дали свои стадионы. И так потихонечку ты где-то здесь попросил, где-то здесь-то тебе удалось договориться на более горных условиях. Слушай, это же ужасно вот просить. Это же, я знаю, по себе приходит. Ужасно, да. Так ты для них артист, так ты для них звезда. А когда ты приходишь просить, кто... Ну, пусть подождет минут 15. Да, но есть люди, но есть люди, с которыми не так. Вот, скажем, вот Сергей Николаевич Галицкий или Роман Акач Абрамович, с ними не так. Они уважительно относятся всегда. По крайней мере, со мной так было. И мы... И то, что я слышал о них, когда мне другие мои коллеги рассказывали. И это были очень, очень легкие, простые и в то же время довольно долгие беседы. При том, что мне говорили, у вас только 15 минут, у вас только 20 минут, они очень заняты. А потом где-то час-полтора ты сидишь, разговариваешь, общаешься уже обо всем. Это было предельно уважительно, корректно. И это люди, которые держат свое слово в каждом поступке. Ну, здорово. Скажи, а специфика определенная? Все-таки это футбол, да? Вот специфика, когда в режиссуре возникала, то есть определенная. Как ты вообще... Вот, подожди, как ты выучил, как режиссер. Вот эти все объективы, вот эти все... Вот еще вопрос у меня, знаете, от операторов. Почему у тебя такая текучка операторов-постановщиков была на картине? Текучка? Да, но менялись. А, ну потому что есть оператор-постановщик, который, ну, как глава операторского цеха. Но, скажем, 5 или 6 камер, а то и 7 иногда. И нужны были так называемые камерамены, которые стоят непосредственно за камерой и выполняют установку оператора. И у кого-то была травма. Пришлось брать другого оператора. Ну, вот этим, наверное, обусловлено. То есть это не в смысле, что ты был недоволен, это просто... Нет, нет, нет. Я вообще, я никого, то есть на сегодняшний день, никого не увольнял. Было, причем на нескольких картинах, на районе и на тренере были люди, у которых надо было уволить. Но я понимал, что они стараются, как могут, хотят. И я как-то вот, ну, у меня не... Я такой большой начальник, что вы понимаете, что, так сказать, ты уволен или еще что-то. А как соединить вот это человеческое, да, и необходимость для художественного процесса, да? Вот. Я... Поэтому я на самом деле завидую людям, которые все-таки находят себе силы... Только поймите меня правильно, не быть безжалостным по отношению к людям, которые теряют свою работу, а все-таки понимать, что профессиональное, да, то, что ради чего собирается, команда, тратятся деньги, время, это все-таки гораздо важнее, чем личные интересы и отношения. Росткость должна быть какая-то присутствие. Росткость должна быть. Росткость должна быть. Если ты берешь на себя ответственность. Не хамство, не плевательское отношение к людям, не высокомерие, а именно жесткость и требовательность, и дисциплина. Я считаю, что это необходимые, очень важные вещи. Не, по поводу оптики просто. А, да. Это вообще оказалось жутко... Как-то это все выучило. Но это вообще казалось жутко интересным, потому что, ну, во-первых, время, когда тебе подходит оператор и говорит, слушай, там, в первой съемочной неделе, Дань, ну, смотри, сейчас там меняют уже объектив. Я говорю, подожди, подожди, уже же меняли объектив. Ну, там просто еще 10 минут нужно. Я говорю, стоп. Ты мне 10 минут назад подошел и сказал, что тебе 20 минут, Наташа, тебе нужно 10 минут. Сейчас ты подходишь спустя 20 минут, говоришь, что тебе еще нужно 10 минут. Теперь давай посчитаем. 10 минут, условно говоря, Умножаем на 50. Сколько будет? Ты такой въедливый. Нет, действительно, 6 неделя, 7 дней. Мы снимали практически без выходных. То есть 70 минут, ты за неделю у меня воруешь. 4 недели, это 280 минут в месяц. Ты понимаешь, что 280 минут в месяц? Это 3, 4, 5. Это несколько часов. Да, Нил, я даже... Несколько часов мы можем работать. Я там не подозревал такого. Поэтому я говорю, теперь все установки мы утверждаем вместе. И давайте все-таки, ребята, если вы говорите 10 минут, значит, 10 минут. Если вы говорите 15 минут, я вам даю время столько, сколько надо. Но вы не можете говорить, что вам нужно 30 минут, когда вам нужно 10 минут, на всякий случай. И вы должны укладываться в то время, в которое... Ну, а как? Время, деньги, 500 человек, актеров массовых сцен, стадионы, камеры. А скажи, вот это новое... Это же... Ну, это режиссер, продюсер, я вообще не понимаю. Вы знаете, это... Я серьезно говорю, вот то, чтобы понять, что это такое, это нужно через это пройти. Потому что объяснить, рассказать, что это такое, это практически невозможно. Это 24 часа, ты находишься в режиме доказательств. 24 часа. Ты должен уметь ответить на любой вопрос. Должен потушить любую ссору. Это качественно новый уровень, твой шаг, да? То есть, ты это делал сознательно, ты понимаешь? Я делал это сознательно, конечно. И по ходу учился. И по ходу учился. У меня был момент, когда мы не на съемках, а за месяц до съемок мы тестировали камеры, мы сняли стадион, принесли туда несколько новейших камер на тот момент, которые были в России для съемок спортивных сцен. И вдруг не клеится сцена. Она не получается. И я действительно, и я не знаю, как это разрешить. И на меня смотрят люди. Да. А как ты сделаешь это? А как, простите, я некоторым в спинной сидел. Здравствуйте. Боком. 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 Извини, кто же так по боком. И я такой сижу думаю, главное не дать им понять, что я не знаю, как это делать. Главное. И ты начинаешь что-то... немножко чуть ниже голос у тебя становится. Ты немножко так уже... Нормально, спокойно, спокойно. Пауза, давайте отдохнем. Дадим футболистам отдохнуть. При этом сам лихорадочно думаешь, как, что, где. Но потом как-то это все... Если у тебя отличная команда и у тебя есть желание, ты всегда на съемочной площадке сможешь выкрутиться, даже если обстоятельства начинают играть против тебя. Сможешь. Главное, не зацикливаться на своем первоначальном плане. Если ты понимаешь, что у тебя что-то не получается в течение какого-то времени, не надо тупо долбить, надо стараться это обойти, придумать что-то другое. Потом, как ни странно, ты можешь к этому вернуться, у тебя может получиться. Но ты, а, будешь иметь вариант какой-то, и, б, ты не будешь... У тебя будет другая атмосфера все-таки ощущение того, что вы что-то сделали. Да. А скажи, пожалуйста, вообще ситуация с футболом, да? Ну смотри, вот если про наш футбол, про российский, да? Их знают футболистов, миллионы в лицо. Они, извини, меня, получают миллионы, да? При этом, дело-то свое делают не очень хорошо, скажем прямо, да? Ну, они нам могут, давайте тоже сказать, мы тоже знаем артистов, которые получают миллионы, и тоже нам не нравится. Не очень хорошо делают свое дело. Но это, знаешь, вопрос, нравится-не нравится. Наша профессия такая. А там есть турнирная таблица, там есть показатели, Им в этом смысле сложнее. То есть дальше уже нравится он тебе лично или не нравится. Не может жонглер, да? Собирать полные залы, у которого все падает, да? Все роняет он. А при этом его знает вся страна, там балерина, да? Не 32 футболисты крутят, аж 16, а в конце падает, да? Забирают все время, попасть в билеты невозможно, все время интервью. Такого быть не может. А у них почему-то есть. Вот как такое может быть? Это что, наша... И ведь самое главное, что мы ведь за них будем болеть. Мы же будем болеть. Понимаешь? Это же... Ну а как? И аплодисменты раздаются. И идти на матч, и даже вот сейчас, циск арсенал, я пойду, но я понимаю, что не светит ничего. Я могу на это сказать. И ты же мне в гримёрной сказал, ау, друг! Что я могу на это ответить? Нет, нет, я сейчас не про фильм даже. Вы задали вопрос и ответили. Не про фильм, а про, вот, про вообще, про футбол про нас. Ну... Ты же про это делал? Блестящий монолог. Я не знаю, я не знаю, я не знаю. Вы сказали, и вы ответили на этот вопрос. Скажи, а как ты относишься, вот, к тому, что ты, ты посмотрел, то ты увидел, я понимаю, что изнутри очень сложно. Вот ты доволен, ну, вот, как сказать, вот, по-чесноку же называется. Я... Учитывая, что это первый раз, такое, три, три в тебе, три... Я честно скажу, я... У меня были разные этапы. После первой сборки, я вдруг подумал, ух, по-моему, что-то получается. Потом проходит время, когда ты уже начинаешь фактически закрывать монтаж, начинаешь работать над звуком, там, какие-то другие технологические этапы. Ты начинаешь тихонечко ненавидеть свое кино. Тебе оно начинает казаться абсолютно на то, что его 500 тысяч раз смотрел. И тебе же начинает казаться, что, подожди, это скучно, это не работает, это вообще не нужно. А здесь бездарно играют, а здесь плохая композиция, а здесь плохой ритм, монтаж, музыка. Тут главное не поддаваться, это просто этапы. Извини, Милл, я понимаю, а когда ты научился вот так себе это обезьянить, над каждой работой? Бываешь, и ты понимаешь, и все, стопор, зачем я взялся, это провал. А не научился, не научился. Вот я вчера показывал картину нашим комментаторам. Спортивно. Спортивный комментатор, который у нас принимает участие в фильме, и играют, и озвучивают. Замечательные парни, классные, все. Я им показывал, и там просто в какой-то момент была тишина, и люди не посмеялись на несколько шуток, которые, как мне кажется, очень смешные. Но почему-то над ним никто не смеется. Ну, у меня вообще так часто бывает. Мне кажется, что я удачно шучу, а люди не смеются. Я тут же начинаю думать, отложить премьеру, хочешь начать перемонтировать. При том, что, ну, вроде как, уже этап, когда ты ненавидишь картину, он несколько раз прошел. Сейчас, вроде, этап, когда ты это принимаешь как своего ребенка. То есть ты до конца, короче, мораль такова, ты до конца, ты не приня... И комментаторы чего? Ну, вроде понравилось. А по поводу футбола, еще раздавляю, по поводу футбола, по поводу футбола, я просто искусственно взял время, чтобы подумать, по поводу нашего российского футбола. Я вот помню 2007 год, по-моему, да, когда мы вышли в полуфинал чемпионата Европы, тогда еще командой руководил Гус Хидинг, и тогда была невероятная игра Аршавина. Восьмой, да, 2008 год. Как приеду... Девушка по правилу, не мужчина, девушка по правилу, да. 2008 год. И я помню это ощущение... Я шел по московскому вокзалу, я уезжал в Москву после спектакля, и была абсолютно грибовая тишина, и вдруг выбегающий народ из этих привокзальных кафе с криками, ссором. Видимо, тогда Дмитрий Тарбинский, по-моему, забил третий гол. И у тебя было ощущение какого-то невероятного единства, какого-то праздника. Вот смотри, просто я не знаю, знаешь ты или нет, статус свободен. Ну, это первая продюсерская история. Это камерное кино. Это я тебе к тому... Ты знаешь, что в Литве был снят фильм? Да, и он стал там мне рассказать. Я про это тебе и хочу сказать. Как он назывался? Как вернуть ее за 7 дней? Я не видел, но говорят, полная копия, абсолютно Козловская и Боярская, вот абсолютно Литовская, и 3 месяца в топ этих самых... Да, он побил там серий Комбер. А мне присылают мои партнеры, Сережа Ливнев, Сережа Бобзе, присылают мне имейл, в котором линк. Я захожу на этот линк, и там что это такое? Какой-то Степоль, что это, Comedy Club сделали, что это такое? Копия абсолютно. Абсолютная копия. И я, значит, нецензурно выражаясь, пишу, что это такое? Они говорят, Дань, да ты живешь, потому что мы полгода назад с тобой эту сделку согласовывали, вот они сняли. Я вспоминаю, действительно, когда со мной согласовывали, я к этому относился как к какой-то шутке, как к чему-то необязательному, и спустя полгода, то есть за рекордно короткий срок, они абсолютно под копирку сняли это кино, и 3 месяца я не видел. Мне хватило ролика двухминутного. Очень странное ощущение смотреть, как литовский актер на литовском языке играет, играет фактически тебя и актриса Лизу. Это очень необычно. Слушай, ну у тебя там мама снималась? У меня там мама снималась. И как это работать с мамой на съемочной площадке? Ну, мне было в удовольствии, а мама говорит, ты очень жесткий, ну так нельзя, ну так нельзя, ну так нельзя. А мама у тебя актрису, она очень волновалась, она очень волновалась, но это было трогательно. А скажи, вот мне написано, что твой отец заслужен на работе культуры, доктор философских наук, профессор, академик, организатор кафедры рекламы в МГУКИ, а также первый в России высшей школы рекламы, ничего себе. Да, да, он такой буру рекламный, да. Вот это да. А как он относится к тому, что ты делаешь? Или вы не обсуждаете? Нет, а что? Нет, он вообще очень хотел, что... А ты его подключаешь в качестве специалиста по рекламе? Нет, нет, нет. Кстати, хорошая идея, что-то я не подумал об этом. Папа вообще изначально хотел, чтобы я пошел по его стопам. Для меня не существовала другой альтернативы, как быть артистом. И у нас, я не скрою, я первый раз вообще это говорю так публично, у нас был довольно сложный период, когда папа расстроился, что я не стал, не пошел по его стопам. Но он потом очень быстро это принял и поддержал меня. Я сказал, сынок, ладно, раз так чувствуешь, раз ты так хочешь, значит, иди. Главное, будь честным в этой профессии и работай. Вот то, что он мне сказал. И поэтому сейчас он меня очень поддерживает, он смотрит все фильмы, все передачи, все, и он очень трогательно к этому относится. Когда родители твои расстались, я сегодня хочу, не будем вообще говорить на тему, у тебя появилось в характере что-то такое, что могло только появиться после того, как они расстались. Этого бы не появилось, если бы было все как... А вот черт его знает. Хороший вопрос. Я вообще... Меня часто мои близкие призывают покопаться в детстве. Мне как-то сложно туда заглядывать. То есть я начинаю как-то честно пытаться туда заглянуть, но как-то у меня не получается. Я как-то, мне кажется, вроде все нормально было, вроде все хорошо было, вроде как. Поэтому мне честно сказать сложно. Наверняка. Ну что-то... Наверняка что-то было, потому что, когда ты живешь все-таки и у тебя родители в разводе, наверное, это не так, как родители вместе. Но! Мои родители делали все для того, чтобы нам было... нам, сыновьям, было легче. А скажи, а средний, старший, есть разница? Ну вот то, что ты средний брат. Ну в детстве... У тебя и тыл есть, и фронт есть. Понимаешь? Ну... Ну знаешь, я буду сейчас говорить как ребенок, потому что я очень люблю своих братьев, и у нас замечательные отношения, сейчас все-все-все хорошо. Но когда-то я был в детстве, мне казалось, что младшего любят больше, а старшего любят больше, и больше им позволяют. И как-то вообще... А как-то средний, все время как-то... Пойди убери, пойди это самое. Что-то я как-то все время как-то казался между. Говорят, что... Я не знаю, то, что мне приготовили... Интересно, что... Что ты был абсолютно раздолбай. Да я был... В детстве, что ты был хулиган, что ты тырил пирожки по магазинам. Не только пирожки. Что ты у мамы взял золото, тебе захотелось арбуз, ты обменял ее золото на арбуз. Да. Было дело. Это что, правда? Зато средний сын съел арбуз. У мамы было... У мамы вообще у меня великий человек. Абсолютно великий. То есть она так часто оставалась одна с тремя подрастающими в разные годы детьми. Детство, юношество. Два года. А в детстве же это огромная разница. И... И был несколько очень драматически трагический момент в нашей семье, когда мама абсолютная... абсолютная героиня, просто... ну, действительно спасала семью. И она, конечно, намучивалась с нами очень. У нас был момент, когда... Ну, первый раз я маму лишил золота, мне просто нравилось... Ты сколько раз маму золота лишил? Несколько. Мне нравился момент, когда вот в туалет ты кидаешь золото, там бук, такой бук. И я так... Я первый раз решил маму золото, когда я так бук-бук. Я не помню, сколько мне было лет тогда. А второй раз... А второй раз... Сколько же у мамы было золота, да? Не так много, потому что я помню, что это был короткий... короткий сейш. А после того, как я поменял золото на арбуз, и обчистил мамин шкаф, там, у него были запасы денег, а мне просто нравилось... Ну, просто вредитель какой-то в семье был. Там были... там... Ну, я вот не знаю, можно об этом рассказывать? Я просто... Наш с тобой общий, замечательный наш друг мне однажды сказал, несколько лет назад, и говорит, Даня, перестань рассказывать, как ты воровал в детстве. Тебе это потом аукнется. Я думаю, ну, а что такого? Ну, я же в детстве воровал. Ну, сейчас-то я не ворую. И... Я вот думаю, можешь не рассказывать. Это совершенно... Это дает такую... Совершенно плоскость другой взгляда на тебя. Это обязательно рассказывает. Ну, в общем, я помню, когда я... Тогда были, помним, деньги, они... Там были миллионы, то есть еще до... До деноминации. Да, да, да. И у мамы было отложено на важную операцию, на самом деле, это не так смешно, деньги. И... И мне казалось, там так много денег, ну, подумаешь, я буду чуть-чуть брать, но там... Ну, они же... Действительно, там, на самом деле, сумма небольшая, насчет того, что это деноминации, значит, еще до деноминации нули-нули-нули, это, в общем, ну, много. И я брал, как там, по маленькой пачечке, так, чуть-чуть. Ну, меня же... По пачечке брали. Тогда жвачки появлялись, только первые, там, баунти, вот эти вот, сникерсы, марсы и так далее. И я так... И в какой-то момент, в какой-то момент, мама выходит из комнаты, там я и Ванька. И она говорит, значит так, господа, у меня пропали деньги, кто взял? И Ванька, Ванька вообще была ангелочкой такой, кудрявой, такой пух, такой рафаэльевского типа, ребенок. А я был очень неприятного виду, у меня была такая прическа, ободок меня звали. У меня вот так вот, щеки диатезные. И я такой, был очень такой, какой-то, ну, такого, непривлекательного вида. И я тут же, я не знаю почему, я тут же вот, не сомневаюсь, я говорю, это Ваня украл. Причем сразу же, вот даже без... Ты дальше, дальше рассказываешь, много открывается. Я помню, я помню, я помню лицо брата, который так... То есть он настолько был шокирован. Я говорю, да, 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 посмотри, молчит как. И мама почувствовала, что это не то. Она сказала, так, ладно, разберете между собой сами. Я пошла в магазин. Как только она выходит в магазин, я говорю, слушай, Вань, ну мы с тобой вдвоем по подозрениям, надо бежать. Он тут же забывает о том, что я его оклеветал. Он говорит, да, надо бежать, точно надо бежать. И мы, мы же на втором этаже, мы открываем окно, по желтой, я никогда не забыл, желтый цвет водосрочной трубы, мы спускаемся вниз, в двор, бежим, счастливой, окрыленной, свободой, тем, что мы сейчас вдохнем, испытаем настоящую взрослую жизнь. Идет наш брат старший, он говорит, вы куда? А она говорит, я говорю, слушай, ну я украл маме деньги, оклеветал Ваню, нас выгнали из дома. Он говорит, о, я с вами. И я помню, вот эту ночь, когда мы ночевали в подъезде, а я тогда еще у мамы сваривал, были такие длинные сигареты, море, с ментол, ментоловые сигареты, море, до ощущения тошноты, потому что я не умел курить, после каждого сигарета меня тошнило, и я ходил среди длинных сигарет и море, и это было ощущение какой-то взрослой жизни. Я помню, когда мы ночевали. Ты знаешь, что было с мамой? Да, и вот я, к чему я рассказываю эту историю, к невероятной мудрости мамы. Она, естественно, она, конечно, она там поняла всех на уши, но она приблизительно понимала, что, ну, дети, видимо, что-то где-то там, где-то рядом. И она, на следующий день, она накрыла стол и ушла из дома, открыла окна. И когда мы залезли, увидели, что мамы нет, там стояли пельмешки, хлебушек, то есть, ну, троих. И это не, это вот, это вот что это? Какое-то мудрость, это какая-то, это какая-то, То есть мама, получается, вам давала возможность самим вернуться, вернуться, да, без криков, без сил, просто... И когда двое, значит, ребят, ни в чем не повинных, старший и младший брат, поели пельменей, посидели на мягкой софе, диване, выпили чаю, и они говорят, старик, ну, старик они не говорили, они говорили, Дань, ну, ты знаешь, мы устали быть в бегах, ну, вот, Домы какие-то вкуснее, получше. И я остался один, и я ушел, и уже... А, то есть ты был... Ну, а как я мог вернуться? Ну, а как я мог вернуться? Ну, как? Ну, я же, я же все это заварил. И уже сигареты Мора не были такими привлекательными, и уже жизнь казалась какой-то такой уже, не такой взрослой, не такой прекрасной. И я помню, я остался ночевать в подъезде, и я просыпаюсь от того, что меня термошит сосед из другого дома, который знал маму. Он меня привел домой. Я совершенно не сопротивлялся, потому что было 2 или 3 часа ночи, я... Ну, сухо, это... АПЛОДИСМЕНТЫ Еще у меня очень понравилась история со снегом, поправив меня, значит, ребята захотели, ты с двумя братьями, заработать денег, пришли куда-то в МАИ институт, и сказали, мы хотим денег. Мы сказали, вот вам лопата, там вот поле у нас за институтом есть, давайте расчищайте. Вы начали чистить, ребятам это через какое-то время твоим братьям разонравилось, они ушли, и ты один дочистил все поле, как мне рассказывают. получил свои три рубля, и что самое потрясающее, поделил это между братьями. Было такое? Я вот... Но мне нравится, как звучит. Нет, я помню, что мы расчищали, я помню. Я помню это место, я помню эти... Я помню даже эту дворниц... Дворницкую, да? Правильно говорит? Где сушились орехи, я еще помню, арахис. Там было... Там был какой-то... На тот момент, ну, когда деревья были большими, мне казалось, что это какой-то гигантский склад орехов, наверняка это какая-то маленькая бочка, там сушились эти арахисы. Склад орехов. Да, но у меня такая... О-о-о! И вот этот... Вот этот вот... И там вот арахисы, цепляющиеся. Я вот не помню, что я поделился с братьями, тебя рублями. Вот это я не помню. Дай бог, чтобы это было так. Слушай, я тебе скажу, вот эти зарисовки с детства дают совершенно другой объем для восприятия Данилы Козловского. Серьезно, для меня во всяком... Какого качества? Важно какого. Это объем. Это совсем... Это как? Это другой человек. Не-не-не. Мне ничего отрицательного нет. Не-не-не. Так, Кронштадтский морской кадетский корпус. Ах... Каким образом? Ну, в двух словах. Я знаю, что тебя мучили часто этой истории. Мне ты рассказывал когда-то, что ты пошел за братом. За братом. Совершенно верно. Я пошел за братом. А перед этим тебе столько что-то сказал, что у тебя было решение быть артистом. Достаточно... Рано бы у тебя возникло. Или до этого? Это было после. это было после. Ты где-то оговорился. Ты сказал, моя жизнь разделена на до... Да, до кадетского корпуса и после. А потом поправился. и после чего? Ну, я... Ну, ну... Хм... Нет, на самом деле, конец, я понимаю, если такой... Если так говорить... Такой парень, как ты, принимает решение, которое у мамы булькает золото, да, ворует пирожки, ест арбузы, когда хочет, принимает решение пойти в кадетский корпус. Но тут... Это что такое? Это осознанное решение. Я помню, когда возникла идея отправить в Дованье Гогу, Егора, моего старшего брата, а я подумал, я что, один останусь в Москве? Один здесь, без пацанов, а как это вообще? Не, я поеду с ними. А в тот момент я уже стал заниматься театральной студией, как-то уже потихонечку, с двойки перескакивать, на тройку. Уже как-то я, в общем, как-то... То есть я по-прежнему меня выгоняют из разных школ за дисциплину, но я как-то... А тебя гнали, да, из школы? ух, гнали, еще как. Я был во французской, испанской, английской. И не очень хорошо учился, да? Не, я отвратительно учился. Балетный лицей, 42-й интернат, у меня все школы на районе я собрал. И, в общем, я на тот момент я уже закан... Как-то... Был моя последняя школа, откуда меня не погнали. Это был 42-й интернат на станции метро-аэропорт. Я не знаю, существует ли сейчас это школа или нет. И... Если ты ее не взорвал, тебе переложать выходом. Боже, спасибо. Я помню, вот я... Я еще... Я пойду с пацанами. Мама говорит, нет, тебе не надо. Нет, я пойду с пацанами. И я поехал с ним. Мне еще казалось, морская форма. Я же как думал, кодесский корпус, это значит, мы сразу попадаем на корабль. Автоматически? Автоматически. Там у меня каюта. Мы уходим в Египет. В Австралию. Там, какие слова в тот момент я знал. Я думал, это так естественно. Я... Оказался не так, конечно. И тут что-то меня... Я под пол момента, когда меня перещелкивают. Вот меня перещелкивают. Я понимаю, что я хочу быть хорошим. Вот до этого я делал столько плохого, что я хочу, чтобы мной гордились. Положительно. Положительно. Я хочу, чтобы мне говорили, Дань, какой ты молодец, какой ты хороший, как ты классно, туалет. Дай бог тебе здоровья. И я подходил, помню, к командирам и говорю, товарищ командир, Козловский, я там все помыл, все почистил, где еще? Мне говорят, ну помой офицерскую. Я говорю, понял, все. Я, значит, там два ведра, все оттаиваю, там офицеры стояли, которые ноги поднимали, ползали, какой-то кадет. Ну ладно. Товарищ командир, я это самое, что еще помыть? Я говорю, Козловский, иди в футбол поиграю, иди в библиотеки посеять, ты уже все помыл, все, все нормально. И мне это нравилось, мне хотелось, мне хотелось, чтобы мама гордилась, наконец, чтобы как-то, я вот помню, я вот эту пщелку помню, такое недолго длилось, естественно, такое не может долго длиться. А почему это возникло? Это что? Я не знаю, вот я вот это, я не знаю. Потребность внутренняя, ты меня не оправдывал. Видимо, нет, внутренняя потребность, потому что до этого столько раз мною меня ругали, меня там, но я был недовольный, меня гнали из школы, я расстраивал родителей, я разочаровывал. Может, поэтому. Ну да. И мне просто, я помню момент, когда мне захотелось быть тупо хорошим. Все, а это помогло в результате? Ну, тебя глупо спрашивают, сколько ты там, вот, шесть лет. Шесть лет. Я могу сказать, что это дико было. Ну, не жалеешь вообще? Нет, я не жалею. Более того, я, если человек может, обладает способностью брать положительные вещи, которые есть в военных, в военных, в учебных заведениях, а их там очень много. А, они есть, конечно. И способность не, ну, как бы сказать, дистанцироваться от издержек, да, ну, скажем так, от некой, не то, что негатива, нет, ну, скажем, от сложных, неоднозначных вещей, которые, как в любой системе, безусловно, есть, то это невероятно полезно. Ну, и что, и потом театральная академия. И вот тут вот я первый раз разделяю жизнь до и после. Стихи, песни, гуляния до ночи, тебе 17 лет. Ну, тут голова просто едет кругом. А еще можно волосы, оказывается, длинные носить. То есть я первое, что сделал, я отрастил волосы длинные. Я ходил с длинными волосами, я ужасно гордился длинными волосами, потому что, ну, я теперь артист, настоящий с длинными волосами. То есть моем представлении артиста, длинные волосы и, естественно, томный взгляд, игра на гитаре. Нас, правда, быстро в этом смысле разочаровали. Лев Абрамович. Ну, естественно, ни о чем ты не жалеешь ни на секунду попасть в Криво-Брамович. Нет, я не то, что не жалею, это, я считаю, что это одно из, одно из моих главных удач в жизни. И это, конечно, спасибо большой маме. Это, это мое счастье, удача быть учеником Льва Додина и, 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 и система образования и его школа. Это, я считаю, что это уникальное совершенно. Ты знаешь, я не знаю, не рассказывал тебе, по-моему, я когда смотрел «Гамлет», когда вы у Каменьковича играли в театре, я в какой-то момент, так, я сидел в ложе и так начал чуть-чуть шарить по залу и я увидел Льва Абрамовича, который сидел вот так, ну, так где-то левее. Боже, как он вас любил, сидел. Это было, что-то, такой одуван сидел и радовал, что-то переживал, страдал. Вот это не в смысле, что такое, знаешь, когда там текст повторяют. Нет, он просто, он, он прям вас так любил. это прям было, он прям туда прям, прям вас прям это все посылал. Льва Абрамович очень любит своих артистов и свой театр. А у него метод, ты можешь какой-то, вот двумя словами, если не можешь, это очень сложно, метод описать. Двумя словами, конечно, не описать этот метод, но я сейчас, я скажу эти слова, безусловно, что это, конечно же, во многом система Станиславского, ну, как, грубо говоря, как база, на которой строится, естественно, своя методика, своя система Додина. Но, если говорить, принципиальное отличие, а может быть не отличие, а может быть просто особенность, это то, что для него артист равный партнер. Для него артист, это человек, который на равных является соавтором твоей личной истории. Это очень... Тая вещь, на мой взгляд. А скажи, а ты ходишь за кулисы, когда вот ты пришел на спектакль кому-то? Ну, вот ты посмотрел, чей это спектакль, ты идешь за кулисы? Что вы спрашиваете? Да почему? Мне Марина Ниолова как-то сказала, мы с ней говорили, она говорит, помните, рассказывала, она говорит, есть замечательная фраза, пришел на спектакль, идешь, знаешь, не очень пора, ой, спасибо большое, и поплакали, и посмеялись. Я, знаешь, если кому-то рассказать, а потом прийти с этой фразой. А еще у меня замечательная была с Ингиборгой, да, куда эта история, мы смотрим, какой-то спектакль, ну, не очень хороший, мягко говоря, а за кулисы идти надо. И мы идем по коридору, что говорить, это кошмар, я не знаю, что говорить, открывается дверь, гримерный, Ингиборгой, без секунды пасла, великолепно. Вот я так не умею, понимаете? Ты знаешь, Ингиборгия, до покуна этой была на вишневом саде, и приблизительно так же, мне казалось, говорила, сейчас я, сейчас я задумался, но вроде, вроде понравилась, насколько я знаю, а нет, у меня одна же, пожалуйста, вы мне расскажете, замечательно, можно я расскажу ее, но она, это, это как на Ингиборге, когда какой-то молодой артист, сопляк там буквально, то ли работает в Ингиборге, до покуна этой, то ли еще что-то, и говорит, и там же зашел разговор, об Леге Евгеньиче, и там Ингиборг говорит, вот там Олег, что-то мы там, вот самое, и этот молодой артист говорит, ну и, а что там Олежа как, как он тебе нахрен Олежа, как он тебе нахрен Олежа, вот это, вот это, там перед этим был, это пропустил, то, что ты мне рассказал. Но я не умею рассказать историю. Нет, я ее называл всегда, Ингибошка. Ингибошка? И он к ней подошел и сказал, Ингибошка, она смотрит, какая ты нахрен Олежка? Ну, у вас нахрен Олежка, мне нечего сказать, какой ты нахрен Олежка? Это вот так было. Все, ну иди. Теперь, я надеюсь, я буду ее точно рассказывать. Слушай, а скажи, вот у тебя учителя, ну, Додин, понятно, вот эти есть учителя, которые, не обязательно они в твоей жизни присутствовали, но вот, у меня, например, вот Герберт фон Караян, никогда не знал и не был на его концертах и не знаком лично, но для меня это вот прям фигурище, это учитель. Есть одна история, коротенькая, он приезжал в Чикаго, а как известно, он, когда нацисты пришли к власти, когда начали все эти безобразия, он не уехал из Германии, остался работать, он сказал, типа, ваш политик меня не волнует, я занимаюсь музыкой. И у него были концерты в США, и он приезжает на гастроли, по-моему, Чикагский филарманический оркестр. Ну, его вот так, там плакаты в аэропорте, да, вали отсюда, фашист и так далее, и так далее. И на сцену выходит оркестр, овация, овация приветствует, выходит дирижер. Не то, что ни одного хлопка, и более того, оркестр не встает. А, потому что Чикагский филарманический оркестр. Это высшее проявление просто неуважения. Но, но они все-таки играют, да, и девятая симфония Бетховена, по-моему, и, ну, понятно, к чему идет рассказ, что творилось в конце, десятиминутная стоячая овация, вот для меня это вот, как это такой человек, вот выходит. Ты представляешь, какую энергию он ощущал, вот это 70 человек, которые его, ну, может быть, не обидят, но, во всяком случае, они всем своим видом, и весь сидящий тысячник, зал, они показывают, что мы тебя, парень, не очень принимаем здесь. И как это нужно, какой нужно обладать силой, волей, энергией, что там, чтобы заставить их поднять в конце, и чтобы они тебе еще орали, что ты бравый и молодец. Вот у тебя есть такие учителя, или там какие-то примеры, помимо там вот, Льва Абрамовича, ну, может, их и нету. Я теперь думаю, ну, вот Гербиссон Карояна. Скажи, ты бы забывал когда-нибудь текст на сцене? Я недавно забыл текст на сцене. Первый раз. Я первый раз в жизни... Просто белый лист. Причем я слышал тогда белый лист, ой, белый лист. Я эту фразу слышал. Да, да, да. Ой, белый лист. Я думаю, я сейчас почему... Одну актрису вспомнил, которая почему я сразу с этой интонацией, я вспомнил одну... Ой, ты знаешь, там белый лист был, все, я ничего не сказал. Я думаю, ну, как так белый лист? Это же как же нужно думать о другом? И тут я вроде как бы думал о спектакле, повторил текст. Но там фраза есть, если эти две руки разъединят, в тот же миг порвется нить между мной и мирозданием, говорит Фердинанд своей возлюбленной Луизе. И я стою, беру руку Лизы, поворачиваюсь к залу, и вдруг этот белый лист... Я говорю... Сейчас... А, я говорю, если эти руки разойдутся, то у меня порвется нить. Как? Почему я... Почему я сказал именно эту фразу? И я понимаю, что надо просто садиться и утыкаться в Лизе на бедро просто и... Ну, как бы там... Следующим визанццентом. Чем быстрее, тем лучше. А что происходит в голове? Вот я не знаю, я когда забывал текст, у меня было пару-тройку раз. Это идет... В голове идет... Две секунды, как будто ты всю жизнь у тебя прокручиваешь. Как перед... Вот сейчас перед Господом встать. Да-да-да-да-да-да-да. Вот прямо... Там все, там происходит все и потом говорит успокойся, успокойся, успокойся. Но голос такой успокойся, 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 сейчас вспомню, сейчас вспомню, сейчас вспомню. Вот и вспоминаешь, вспоминаешь, нет, не вспоминаешь, хорошо, просто промолчи, просто скажи что-то другое, уйди. Я почему сразу ушел в Лизу, потому что там мизансцена, слава богу, позволяет, там поцелуй, я просто сразу ушел ее целовать. А Настя встречает смеяться, Знаешь, когда прошёл спектакль, в какой-то момент, и ты понимаешь, фу, вот оно. Было. Вот для чего я пошёл в эту профессию. Было. Вот оно, я словил это, я не знаю, что это. Было, было, было несколько раз. Это было один раз, два раза это было даже. Когда мы играли в «Вишнёвый сад», один раз это было в Нью-Йорке на гастролях в Бруклиндской академии музыки. Один раз это было на сцене нашего родного малодраматического театра, спектакля «Жизнь и судьба». А что это? А это вдруг ощущение, когда ты можешь позволить себе. Вот когда ты владеешь, я не знаю, ну это, наверное, слишком как-то громко сказано, с залом. Да. Но ты можешь подойти вдруг. То есть ты, грубо говоря, владеешь, вот даже сейчас я сижу, и я, ну всё равно я слежу. Как я слежу? Так, ой, надо же спину выпрямить, там люди, я как-то всё время как-то боком, ну всё равно как-то я существую в пространстве, всё время волнуюсь, всё равно я говорю лишние какие-то слова, жесты, суечусь. А в эту секунду ты просто абсолютно покоен, ты абсолютно свободен. Ты точно знаешь, что ты артист, что ты наконец-таки залез туда вовнутрь, и ты можешь вот сейчас делать всё, что угодно. И это будет, это какой-то кусочек жизни, как тебе кажется. Да, скажи, это классно. Это невероятно, это такой наркотик. Да. Ты выходишь, я первый раз, когда это испытал, я вышел, у меня слёзы повисли на голову, потому что это какая-то, какая-то высшая точка медитации. Это секунда. Да, 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 мгновение какое-то. Это секунда, это длится, сука, так коротко. Простите за литературное слово. Литературное слово даже в старшем союзе было. И, ну вот, это ради этого. Это вот правильно, как ты говоришь, такое ощущение, что ты сделаешь вот так вот. Да, 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 да. Как Кашпировский. Так, так, серьёзно, это действительно мгновение. Один раз я услышал себя со стороны. Я играл Ганю Иволгина в «Идиоте», и я понимаю, что сказал эту фразу, блин, но это сказал не я. Да. Это был не мой голос, и это говорил не я. Я это понимаю как бы со стороны. Это действительно волшебное ощущение. Причём это, как правило, случаются ещё моменты, когда, вот у меня несколько раз было, когда до этого у меня что-то не получается, как это есть какое-то такое микроразочарование в том, что ты делаешь. Не кокетство только. Тогда вот ты вот, блин, ну что я как-то такси-то... И вдруг, нет, всё-таки... Ну расскажи мне, как ты переживаешь известность? Я не знаю, чего больше, на самом деле, плюсов или минусов? Это крутой вопрос, на самом деле, потому что сейчас... То есть до вот, до последнего года, наверное, я был... Мне казалось, я, кстати, потом хочу спросить, как вы переживаете? Потому что мне... Не правда. Это один из таких для меня принципиальных вещей. Вот до последнего года я был всё-таки в стане тех... Я не знаю, если есть такой стан... Известность больше... Больше, ну скажем, некий положительный элемент. Что всё-таки, ну приятно, когда тебе говорят добрые слова, когда ты нравишься людям, когда ходят на твои фильмы, на твои спектакли, когда к тебе прислушиваются, когда награды дают, в конце концов, какие-то подарки, ну, цветы. Это же всё очень приятно. Меня это действительно по-настоящему очень трогает. А сейчас, когда ты становишься, скажем, не только артистом, а уже режиссёр, когда даёшь публичное интервью, когда могут вырвать из контекста твою фразу и переврать её, передёргивать, делать из этого скандал, тут ты уже начинаешь понимать, что это тоже, на самом деле, особенность, в общем, публичности. И там, скажем, когда говорят, а чё ты хотел-то? Ну ты ж фильм снимаешь. А ты известный артист. А чё ты хотел? Терпи. Даже сама эта постановка. А терпи. А чё ты? А чё такого-то? Это мы имеем право. Но вырабатывать нужно же какой-то забор-то? Нужно Сталину? А вот это я хотел у вас спросить. Как вот вы? Нет, правда. Не отвечать, Даня. Один вариант. Нет, так мы не отвечаем. Нет, я не отвечаю. Более того, я всё реже и реже это читаю. Просто... Ты в своё время ушёл из Фейсбук. Я ушёл из Фейсбук именно по этой причине. И главное, что, получается, нас ставят в положение, что мы должны заниматься самоцензурой. Потому что, не дай бог... Это самое плохое. Это самое плохое. Могут, да. То есть ты отвечаешь на вопрос, а потом... Причём ты даёшь, в принципе, вполне безобидное интервью. Просто говоришь о фильме, что с тобой происходит. О том... Ты скажешь свою точку зрения. Ведь невозможно же быть в интервью пресным. Всё время думать, так это я не скажу, так это я обойду, так это... И поэтому тебе невозможно читать. Немножко такая... Такое немножко... Такое интервью газеты «Правда», там, условно говоря, с сороковых-тридцатых. Хочется вести какой-то честный диалог. То, что... Ну, живой. Живой, вот, живой. Живой, нормально. А ты начинаешь думать, это нет, я лучше об этом не говорю. А главное, потом это приносится на сцену. В кино. Я думаю, нет, мой герой не будет так говорить. Мой герой не будет так вести. И получается, что в жизни мы как-то... Мы бываем красивые, привлекательные, некрасивые, необаятельные. Но мы живые. А в литературе, в кино, в газете, в СМИ всё это как-то так уже... Немножко так всё причёсывает, всё причёсывается. И уже даже нельзя... Мне вообще кажется, что... Ведь я убеждён, что тот же самый Лёша Серебряков и... Алексей Серебряков, прошу прощения. А патриоты своей страны, прошу прощения. И мне кажется, люди, которые не стесняются говорить о своих болячках или о каких-то недостатках, это не отсутствие патриотизма. А это, наоборот, это... Надо говорить о том, что, ребята, у нас вот так вот. Давайте попробуем по-другому. Давайте попробуем... Это нормально, но как? Если мы... Если мы будем вводить эту самую-самую цензуру и делать вид, что у нас всё хорошо, всё замечательно, всё прекрасно, и не говорить о проблемах... Но... Как... Как... Я тоже, когда... Знаешь, меня спросили национальные идеи. Я сказал... Слушайте, отличная национальная идея. Давайте водопровод по всей стране проведём. Вот, пожалуйста. С чем она не национальная идея? Ну только... Это тоже. Если бы сейчас я сказал, скажи, а где патриотизм, где вот так... Вот элементарно, чтоб тёплая и холодная вода была везде по всей стране, в любой деревне. По-моему, замечательная национальная идея. Отличная национальная идея. Ты сейчас снялся МакМафия. Так, я надеюсь, у тебя дальше будет там продолжение, да? Потому что ты появился только в конце сезона. Да. Есть ли у тебя такая задача? Вот... Стать именно международной звездой? Оказаться там. И вообще, вот это Оскар. Вот... Оскар... Чё... Чё вам этот Оскар? Я не понимаю. Вот он... Не, ну правда. Чего вот я Оскар? Я вот там Саше Петровым говорил. Все хотите Оскар. Чего вам этот Оскар? Мне легко говорить. Кто знает про премию Лоренса или что это такое? Знают. Про Оскар знают во всём мире. Нет, извините. А почему такая... Нет, там, понимаешь, ты получаешь Оскар, у тебя повышаются гонорары. А здесь ты получаешь... Кроме ненависти, ты больше ничего не получаешь. Ну, гонорары не повышают. Своих коллег, как минимум. Понимаешь? Я отвечу на этот вопрос. Я скажу так. Мне интересно расширять свои профессиональные возможности. Потому что работать на Западе — это всё-таки, ну... Это другая лига. Сейчас я не сравниваю лучше и хуже. Поймите меня правильно. Это просто работать на чужом языке с чужими актёрами, которые проповедуют, там, другие системы. И вообще там другая методика, другая профессиональная этика, культура — это всё равно вызов, естественно. Это интересно. Во-вторых, просто, ну, как бы сказать, разный материал, разное общение с людьми. Это некое расширение твоего профессионального пространства исключительно. Убежать туда. Стать международной звездой. Но... Я не буду лукаять. Конечно, приятно получить «Оскар». А чё... чё такого? Ну, красивая награда. Там, сказать все эти самые красивые... Это всё, как бы, в мечтах, естественно, было когда-то так. Понимаешь, это всё равно какая-то сделанная... Но это уже не сама цель, клянусь. Клянусь, это уже не сама цель. Это... Раньше это было безусловно. Раньше мне 20 лет, я был уверен, что в 30 лет у меня будет «Оскар». Я не знаю, почему. Я думаю, ну, 30 лет так, 30 лет — «Оскар». Так, ну да, в 35 — нормально. Сейчас 32 «Оскара» нет. И как-то я уже начинаю себе объяснять, что, в общем-то, всё гораздо интереснее, сложнее, «Оскар» не обязательно. Ну, молодой, глупый. Ну, почему нет? Почему нет? Ну, вообще, я думаю, что, знаешь, все эти премии и награды нужно вообще до 35 лет. А потом просто отменять. Вот возрастной ценз ввести. Ну да, потому что... Они полезны. Если тебя в 45 лет очень интересуют награды, ты немножечко... Что-то там... Что-то там... Что-то там... Что-то там происходит. Да, что-то там... Что-то там... В консерватории надо что-то подправить. Что-то там, да. Я согласен, я согласен. Вот звание. Вот ты заслуженный артист. Вот ты сейчас стал заслуженным артистом. Спасибо. Но... А скажи, а вот они нужны званиям? Ну, мама моя была очень рада. Ну, правда. Но она была очень... Она была счастлива. Наконец-то! Я говорю, мамуль, ну что наконец-то? Ну, слава богу, одумались. Я говорю, мамуль, ну, знаешь, ну что одумались? Ну... Нет! Нет! Пусть знают! Я говорю, мамульчик, ну хорошо. Ты засчастлив? Я очень счастлив. Я очень счастлив. Как Лоренц Оливье говорил, что ни одна премия награды вообще не имеет никакого смысла до тех пор, пока у тебя у самого их нет. То есть они сразу обретают. Они сразу обретают. Они сразу почему-то... Зачем это такое суетное? Зачем? А когда тебе это дают... Ты знаешь, мне тут даю «Чарла» дали. Да, 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 да. Как-то уже начинаешь обращать на это внимание. Ты же можешь выбирать уже проекты, да? То есть по каким принципам ты выбираешь? Вот МакМафия. Для меня вот мы с Настей сидели. Бабам! Ты появился, да, в конце. Чего он здесь? Да, чего-то как-то... Да, 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 да. Просто мне показалось, что это вообще от нового. Он действительно стал... Он прошел очень хорошо в мире и... И у нас дом очень хорошо прошел. И у вас дом прошел. Очень хорошо. Ради этого. О-о-о! Уже? Касаемо МакМафии, мне просто нравилось, что роль, во-первых, скажем так, well-educated guy, что называется, хорошо образованный, не какая-то там... Ну, скажем так, какой-то русский валенок, который... Ну, как я обычно предлагаю. Give my money back or I'll kill you, you know, understand? Understand. Understand? Окей? Fine. Вот. И в этом смысле я берусь за такие возможности. Потому что, ну, не так часто предлагают русским артистам играть, даже если русского, то, в общем, образованного, умного, говорящего на хорошем языке и так далее. А в сознании американского и западного зрителей русские это либо шпионы, либо это мафия, либо это некое... некое восточное зло, восточноевропейское зло, времен холодной войны. Поэтому, если ты хочешь действительно там быть на уровне там датских актеров, шведских, финских, голландских, у которых потрясающий английский язык, поэтому в этом смысле ты должен избавляться от очень непривычного, тяжелого русского акцента. И как только ты избавишься от него, у тебя сразу возникает гораздо больше шансов, если ты интересный, хороший артист, если ты умеешь работать на языке, если ты работаешь без переводчика, и ты способен воспринимать сленг профессионально, и быть реактивным, быстро на съемочной площадке, и тебя не ждут, пока тебе переведут фразу, и ты... «А-а-а-ой», то в этом смысле все может получиться. Слушай, а у тебя были какие-нибудь провалы? Вот прям, вот чтобы, там, кино, театр... Посраться так, что... Вот прям, ба-бах, вот так вот. Было когда? Причем, когда это ты сам понимаешь, чтобы тебе не подходили, чтобы там тебе не говорили. Не, может и не было. Наверное, к счастью, вот такого прям провала не было. Был момент, когда вкусово, скажем... Это вопрос личного вкуса, правильно? Кино, театр, спутакли. Когда, скажем, много людей не принимало. Но одновременно много людей принимало. Вот, скажем... Ну, это наше успокоение, знаешь. Тому понравилось, а этой очень не понравилось. Тут понравилось, тут не понравилось. Я выбираю, что там, где понравилось. Не, но я говорю о том, когда ты понимаешь, что кому-то нравится, кому-то не нравится, а тебе больно, потому что ты, в принципе, на стороне тех, кому не нравится. Ну да, да. Вот это больно. Я понял. И такое у меня было. У меня было. А скажем, у тебя были пробы, когда... Или, вернее, вот что-то ты очень хотел сыграть, а тебе говорили «нет, Данил Валерьевич». Было. Было. Я даже могу сказать, можно? Да, конечно. Это было... Но я очень благодарен, что это так случилось. Это понятно. Нет-нет-нет, правда. Вот почему с Олегом Евгеньевичем и вот эти вот все штучки, они не проходят. Ну просто, ну бесполезно. И я, главное, сколько уже лет? Ну все пытаюсь как-то это... Нет, а правда... Я объясню, почему... Почему все-таки я благодарен этому кинорежиссеру. Это Валерий Тодоровский и фильм «Оттепель». Мне очень, мне безумно... Ты мне рассказывал, тебе понравился сценарий. Мне безумно понравился сценарий. Да-да-да-да-да. Безумно. Я... И я... Я понимал, как Тодоровский это может снять. Я пришел на пробу... А ты должен был играть... Я сначала... Сначала меня попробовали на роль, то, которую потом сыграл замечательную Евгений Цыганов. А... Я... Но мне сразу Тодоровский сказал, Даня, ты маленький, недостаточно пьющий, мало курящий, и не сильно ты помятый пока. И были пробы, с моей точки зрения, неплохие, с точки зрения Валерия Тодоровского, неудачные. Меня не утвердили. Тогда была премьера фильма «Шпион». Кейти подходит ко мне Тодоровский и говорит, слушай, Дань, ну вот... Ну вот... Ну все-таки не ты. Все-таки не ты. А... Ну я тебе предлагаю другую роль, которая, с моей точки зрения, гораздо интереснее. Эта роль, которую потом блестяще сыграл Саша Яйценко. Вообще потрясающий... А... Нет, а что вы смеетесь? Нет. И... И он говорит, ты вот сыграй эту роль. И я так обиделся на нее. Я говорю, да не буду играть вашу роль. Но потом на следующий день... Ну ладно, Чего он так настаивал? Да, я перечитаю. И я читаю и вдруг понимаю, что это действительно роль с моей... На тот момент она оказалась интереснее, чем главная. Потому что она... Какая-то вот такая вот вся, как горки его кидает. Он... Он и смешной, и нелепый, и он очень необычный. Я такой не играл. И... И я звоню ему Валерию Петровичу и говорю, Петрович, я готов. Давайте. Он говорит, хорошо, приезжай. И мы проводим пробы. Пробы уже... И с его точки зрения, и с моей точки зрения, удачные. И дальше он говорит, хорошо, дай мне время, мне нужно подумать, потому что все-таки актерский ансамбль это не гиппасьянс. Да? Нужно понимать, кто будет это, чтобы это как-то все сложилось. Так как это было поздно, так как я капризничал, и не хотел пробоваться. В общем, на тот момент уже был утвержден Саша Яценко. Он не был утвержден, он уже был, насколько я понимаю, в голове у Тодоровского. На тот момент была Аня Чаповская, так сказать. Ну, это был какой-то идеальный ансамбль. И он мне написал тогда письмо, очень такое... Такое честное, трогательное. Ну ты... Пасьян сложился без тебя, да? Да, Пасьян сложился без тебя. На тот момент меня утвердили на одну роль, где мне предлагали большие деньги. И я подумал, а зачем-то мне это надо? Вот я не знаю почему. И я отказался от того сериала. И поехал в Нью-Йорк. Снял там квартиру, стал изучать английский язык, стал ходить по музеям, театрам. То есть я чувствовал, что мне нужна какая-то перезагрузка. Мне нужно... Мне нужно чего-то такое прям, вот я не знаю, что мне нужно было, но я понял, что мне это нужно. И я за этим поехал в Нью-Йорк. И как-то меня это... И дальше после этого у меня пошел новый виток. Где стали посмотреть другие роли, другие спектакли в театре. Как-то все... Все как-то стало меняться. И в этом смысле нельзя... Нельзя бояться того, что что-то не получается, когда ты очень хочешь. Это действительно зачем-то может тебе надо. Не всегда. Иногда я не согласен с жизнью. Когда мне говорят, ну, старик, значит, тебе зачем-то надо. Нет! Не надо мне это! Не надо мне это! Мне нужно было это! Но иногда, действительно, зачем-то тебе это надо. А скажи мне... Ну, совершенно так, просто в разброс вопрос. А вот бабах, и ты стал человеком... Знаете, был такой... Раньше директор императорских театров. Ты вдруг стал человеком, который руководит всеми российскими театрами. Вот первое, что бы ты сделал. Первый свой приказ. Всеми российскими театрами ты руководишь. За что вы так, Олег Евгеньевич? Нет! Ну почему? Нет, даже просто... Даже просто помечтать об этом становится страшно. Уже... Уже так потери ладони. Честно потевать. Ты хорош... Ну, я не знаю. Ну, я бы первым делом ввел контрактную систему. Сразу. Все. Ну, я бы сказал... Как сказал Меншиха, в конкретной системе. Я бы так бы сказал. А ты одиночка вообще по жизни? Нет. Понимаю. Там все... Вот есть люди, которые... там у тебя Оля, у тебя есть друзья. Наверняка, да? Какие-то. Но... И есть понятие, что вот человек все равно остается один. Нет, наверное, нет. Нет. Ты зависим все-таки от людей, Наверное, я зависим от людей. Да, я зависим. От их тепла. Я зависим. Я зависим. И я признаю это. Я зависим. Да, я тоже так думаю. Иногда, может быть... Хотя, потому что производишь впечатление как раз такого... Независим. Нет, и того не надо. Я пропору все равно. Нет. Я зависим. Иногда, к сожалению. Иногда, к счастью. Данил, слушай. У тебя отношение к смерти выработанное? Когда ты... Ты осознал кончаемость жизни, в принципе? Нет. Я боюсь смерти. А скажи... Зло в кадре. Вот это моя любимая фотография там, где-то с белыми волосами. Вот это... Хардкор, да? Хардкор. Это... Скажи мне, это что такое? Зло в кадре. Он по истеченьку от времени превращает в злодея. В злодея, да. Тебе хочется играть? Злодея. Причем мне сказали, что ты сам попросил, чтобы тебя взяли в эту картину. Да, да. Потому что мне... Изначально мне Илья Найшулер предлагал. А... Но я подумал, какой-то Илья Найшулер. Я тогда не знал, что... Илюха действительно талантливый. И совершенно неординарный в этом смысле. Придумщик и режиссер. Я думал, какой-то там молодой парень какую-то туфту снимает, что-то бег... Чушь какая-то. А потом я стоял в магазине в Петербурге, в продовольственном. И я всегда люблю потупить, стоять около стенда. Видимо, я такой жадный, что я не покупаю журналы. Я сначала... Стою, прочитаю, и потом иду, значит, покупать это сам. И я стоял так, что-то очередной журнал. И вдруг... Думал, ой, интересно как. Картинки какие-то классные. Это был Голливуд-репортер, и там, значит, было... И думаю, подожди, это же у меня... Вы меня звали. И я звоню своему агенту. Я говорю, слушай, Митя, а скажи, пожалуйста, а чё там у нас с хардкором? Да-да-да, я помню, что я не захотел. Я сейчас хочу. Чё там у них? Позвоним, пожалуйста. И он... Ваня теперь мил, говорит, слушай, они по-прежнему хотят. Я говорю, давай договариваться. И мы встретились с Илюхой в Москве, и он мне рассказал о каких-то своих идеях. Мне это ужасно понравилось. И... Я считаю, что... Отличный эксперимент. Ну, я считаю, что для тебя просто... Просто заметил. И... Спасибо, Олег Евгеньевич. Вы так... Так редко это говорите. Нет, но это... Это ещё и... А... Классно, потому что это... Фильм, который снят на английском языке. И он имел мировой прокат. И то, что снял, это русский режиссёр. А... И полностью русская команда. Это очень круто. Ну, отдавая... Дать всему, что ты говоришь, и Найшулеру, и так далее... Ну, это... Для меня это вот так вот... Нет, ну, это... Это эксперимент. Это действительно попытка какого-то... И попытка нового языка в кино. Он... Он в этом смысле... Не... Не каждый его... Я тоже не могу сказать, что это моё кино, как зрителя. Ну, да. Но как кинематографиста, и как, в общем, человек изнутри этого мира, я говорю, что это очень крутой эксперимент. И, конечно, с точки... С точки зрения роли, я очень благодарен за это. Потому что... Ну, просто... Ну, хлеб... Ты будешь дальше злодеев искать, да? С удовольствием. Да. С удовольствием, конечно. Только злодей-злодеи рознь, естественно. Скажи, у тебя мечта была, про Нуреева. Да. И дирижёра. Кстати, я забыл сказать, что Пепитер стоит, потому что и я, и ты... Я тоже когда-то хотел сыграть дирижёра. Ну, в принципе, я и сейчас хочу. Я мечтаю всегда дирижёром. Я мечтаю. Надо что-то думать. Но про Нуреева ты сказал, что ты всё равно будешь делать. Да. И, кстати, вот... Про Нуреева, да. И, кстати... И, кстати, вот, когда вот, возвращаясь к потрясающей истории с Гербетом фон Караяном, вот, я тогда вспомнил о Нурееве. Потому что вообще это же... Это же был какой-то невероятный человек. Просто невероятный. То есть это сочетание совершенно несочетаемых вещей и какой-то очень сложный, противоречивый гений, злодействие. Я не знаю, что там... Что там только про него не говорили. Я могу только оперировать тому, о чём... О чём я читал в книгах. Но человек, который... В шестьдесят... Какой? В шестьдесят первый год, по-моему, был, да? Этот прыжок свободы его, когда... Гастролик в Париже, он в аэропорту, фактически сбежал из... из... из страны. Это тоже, в общем... И оставив при этом здесь семью, мать, сестёр. Я прекрасно понимал, чем это может обернуться для... в этой системе для... для его семьи. И то, что его желание быть свободным, и всё это тоже, в общем... Ну, это желание быть свободным, да? Это... Да, конечно. Я убежал. Это желание просто быть свободным. Всё-таки хочешь, да? И я очень хочу сыграть Нуреева. Я очень хочу об этом сделать историю. И я вот надеюсь, что сейчас я приступлю к... как... как... я почти уже определился с периодом, и... о котором я хочу рассказать. И я приступлю к... к написанию сценария. Это, конечно, наверняка будет очень непростая история, потому что это историческое кино, это... Рудольф Нуреев жил красиво. Это, значит, Париж... Нью-Йорк... Капри... Италия... И всё это как-то будет пытаться как-то в наш скромный российский бюджет уместить. Ты же оригинальный мюзикл хочешь сделать? Да. Я хочу делать оригинальный мюзикл. То есть вообще с самого начала? Да. С оригинальной музыкой, с... 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 Вот когда тебя похвалили. И... Ну, не просто... Молодец, Даня! А вот... Кстати, о молодце! Вот... Два раза в жизни Фабрамович не сказал, молодец. То есть это... Считается... Два раза в жизни. Это считается прям верх? Да. Да. Когда он бы сказал... Обычно я очень часто говорю, нет... В общем, не-не-не-не... Бессмысленный... В общем... Нет-нет-нет, как-то... Как-то я сейчас понимаю, и... В общем, нет... Развивайтесь! Это... 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 И идти неделю бухать уже, как бы уже. Да-да-да, у него есть замечательная парада. «Ну, это не лишено смысла». Вот, да-да, не лишено смысла. Это, в общем, не лишено смысла. Это значит, что... Хорошо. А скажи, пожалуйста. И два раза он мне сказал... Нет, в общем, молодец, молодец. Это было в таком темпо-ритме интонации. И это то, что меня делает абсолютно счастливым. А вот я, при тем, как сюда прийти, я сказал нескольким представительницам самого великого прекрасного пола, я сказал, если у вас есть возможность задать Олегу Евгеньевичу вопрос. Вот топ-3 ваших вопросов. Номер три. Какой ваш самый безумный поступок? Мой безумный? Самый безумный поступок, когда вот просто, вы можете сказать, ну, я, Олег, дал. Ну, причем это вот, 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 это не только сфера кино или театра, вообще вот то, что вот, то, что для вас. Вот я сейчас на твоем месте себя ощущаю. Я клянусь, не предупреждал Олега Евгеньевича. Нет, 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 так это же видно. Ты знаешь, я тебе честно скажу, не потому что, вот, с одной стороны, где-то я ухожу от ответа, у меня их было много. Вот, сначала это было по дури, по такой, просто по максимализму юношескому, потом по какой-то принципиальности, по, по, но, вот так сказать, вот какой-то назвать один, нет, потому что, ну, что такое безумный? Безумный поступок совершил Нурею, понимаешь? Вот это безумные поступки. А такого масштаба не было. Не было. Не знаю, хорошо, плохо, но не было. Какой второй вопрос? Крутой ответ. Нет, наоборот, второй вопрос, это вот, да, наоборот, будет совсем там. Про вопросы придумал не я, это действительно, как бы, топ-3. Что для вас значит быть мужчиной, и что для вас значит быть женщиной? Ну, быть мужчиной, это, безусловно, это, в первую очередь, ответственность. А что такое быть женщиной? Любить. 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 Что для вас? Как вы, вот, вот, вы же смотрите, вот, то, что происходит в обществе, скандалы, там, скажем, в Америке, да, и, какая ваша, как, как вообще к этому относитесь? Как, 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 грубо говоря, сила, сил, как вот относитесь к тому, что на сегодняшний день женщина становится, ну, в общем, обретает какую-то свою силу и, и в обществе. Нет, тут, и, ну, скажем, два, то есть, вот, женщина обретает, если хочет, пусть обретает. Тут это, это дело такое. Нет, правда, это, ну, что тут обсуждать? Ты просто затронул другую несколько тему, что... Здесь просто несколько под тем. Что, да, что происходит с обществом вообще. Я вообще считаю, что общество давно уже живет в антиутопии наше. Вот то, что книжки мы читали, антиутопия, вот это мы, замятина, это еще, все вот эти оурала, вот эти знаменитые там, мы уже давно там. Мы не ходим, строим, наверное. Я считаю, что общество с самого начала, с первых своих дней до сегодняшнего дня, живет в рабовладельческом строе. Он просто меняет окраску, он меняет форму существования, но он остается навсегда. Мы ходим не как в КНДР или там в Китай в прошлом веке строем. Мы все считаем, что мы живем в демократических странах. Никакого, вообще рядом, 30 лет кое-чем плыть и не доплыть. Демократия, это как-то ла-ла-ленд, это несуществующая какая-то история. Но мы все уверены, что нет, нас давно уже построили. Мы просто этого не замечаем. Нам дают куски, нам дают, я причем говорю сейчас не только про нас, я говорю про всех, я про весь наш любимый земной шарик говорю. Поэтому вот тебе такой мой ответ. Мы, к сожалению, и это неизбежно. Вопрос прогрессирует человек или регрессирует, конечно, регрессирует для меня. Для меня другого ответа нет. А вы устаете? Я, ну как, я устаю, да. Но это иногда такое уже... Я не о физической усталости говорю, я говорю об усталости. Да, 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 конечно, конечно. И профессии в том числе. Но ты же сам это знаешь, когда ты начинаешь, когда тебя начинает заводить, когда ты уже перестаёшь, когда в сутках не хватает часов, реально их не хватает. И ты уже находишься в таком режиме достаточно опасном, потому что, ну, это и твоё здоровье, в конце концов, это, извиняюсь, твои близкие, которые нуждаются в тебе. То есть там много-много всего, но ты эта воронка, ты уже там, уже только... А были ли разочарования в том, что вы делаете? Ты знаешь, опять-таки, я понимаю, о чём ты говоришь, но я тебе могу сказать, опять-таки, может быть, потому что... И как вы с этим справляетесь, если это было? А я справляюсь, потому что уже я по-другому смотрю в силу определённого возраста, я по-другому смотрю на профессию, я по-другому отношусь к профессии, я по-другому отношусь к тому, как ко мне относятся в этой профессии. Я немножечко это всё... Так, издалека. Я и раньше-то, я и раньше-то смотрел издалека. Что-что? Это мудрость, сказали. Во! А почему не любите репетировать? Почему я не люблю? Нет, я не люблю репетировать в кино. В кино, да. Ну, там всё ясно. Быстро, понимаешь, в театре я обожаю репетировать. Для меня вот... Я играть в спектакли не люблю, а репетировать-то я очень люблю. А спектакли... Нет, я вам как сказал? Нет, ну что ж, я за пять минут до начала я ненавижу. А вот когда начинается, когда уже слышишь дыхание, когда уже понимаешь, что вот, это я очень люблю. А вы, когда приходите в театр или в кино, вы приходите готовы к этому? Да. Или вы уже всё-таки понимаете, что, ну, тут я уже знаю, что от этих артистов ждать, что от этих артистов, в общем, понятно? Нет, когда я очень знаю, что ждать, я просто не иду. А, в общем, если иду, то, конечно, мне хочется... Хочется поразиться. Да. Да. А у вас хватает терпения на артистов? Ты знаешь, стало хватать, потому что я должен добиться. А тогда зачем я нужен? Я должен добиться то, что у меня сложилось в голове. Верхольд говорил, самое качество режиссёра определяется краткостью пути между замыслом и воплощением. Чем короче, чем ты видишь то, что ты захотел, вот оно, тем ты класснее, 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 не знаю, режиссёр, артист. Если ты задумал, бэмс, и ты достиг. Или ты задумал, и там какие-то намёки только на то, что ты задумал. Режиссура, актёр, менеджмент, как художник, художник, это всё-таки ещё вопрос менеджмента, правильно? Вопрос развития театра, успешности, продажи, посещаемости, заработка и так далее. Насколько было тяжело в первые годы? Или всё-таки у вас до этого был опыт уже театральной кампании вашей? Это театральная кампания, когда все любили друг друга. Это, в принципе, не знаю. А тут вас помещают государственную структуру, в которой много артистов, не на контрактной основе, которые не все вам нужны, правильно? Это страшный перелом, понимаете, я даже не предполагал, что это будет так для меня тяжело так перестроиться. Это ломка, ну это ломка была наркотическая, просто ломка была. Труха она длилась. Ну, это я тебе скажу, так это года полтора, два слоя. Ну, я должен был всё перестроить, а мне всё-таки не 15 лет было. Мне уже, я был в серьёзных годах, да? Были моменты, когда, да к чёртовой матери всё это мне не хочу. Были? Я заявление писал об уходе. Мне позвонил тут же Капков и говорит, ну что, он сказал, да, 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 да. Достаточно? Не, 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 он сказал, что да, достали мудаки, да? Ну, и как бы мы сняли этот вопрос. Ну, это было вот прямо вот до, до, до таких вещей. Это очень сложно, это очень сложно. Когда ты понимаешь, что ты не свободен, что ты должен выслушивать, что ты должен обращать внимание, что ты несёшь ответы, ты, а ты её несёшь, а ты несёшь ответы людей, за которых ты не хочешь нести ответы, за которых ты не обязан нести ответы, но ты её несёшь всё равно, это очень сложно. А когда случился момент переломный, когда вы поняли, что всё это не зря, когда увидели цифры? Вот он сейчас приходит. Нет, нет, он только сейчас приходит. Можно такой наивный вопрос, который наверняка много раз задавали, но это не значит, что все его услышали. Почему вы решили набирать, если секрет или не секрет? Набирать курс? Да. Потому что я набираю курс абсолютно для театра, чтобы была студия при театре, чтобы, естественно, не все наверняка... Слушай, а может, она и не получит студию, может, я наберу курс, который профессионально не состоится, это никто не знает. Я очень хочу, чтобы он состоялся, я хочу, чтобы это была новая кровь, молодая кровь в театр, новое поколение прийти. Ну, это человек 15-20, это должно прийти. Это же первый раз, когда вы набираете курс. Да. И что? Посмотрим? Не знаю. Главновизация там, посмотрим? Нет. Нет. Во-первых, мне предлагали давно. Мне предлагали не только в этом году, мне предлагали на протяжении последних десяти лет это. Но я был не готов, я говорил, нет, не надо, нет, не хочу, нет, не буду. А тут вот, видимо, вот сошлось время, момент, бэм-бэм-бэм, вот решил, все, буду. Ну что, друзья мои, на этой радостной ноте... У меня, о-о-о, я не знаю, на сколько это будет уместно или нет, на сколько я имею право зародить определенную традицию, но я почему-то, что-то мне подсказывает, что вы будете продолжать устраивать подобные, я даже не знаю, встречи это, или какие-то диалоги, ээээ, беседы. беседы. И будет круто, если будет каждый актер приносить книгу или актрисы, с кем вы посчитаете важным и нужным. Я прочитал недавно книгу, которая называется «Элегантность ёжика». Я не знаю, читали вы эту книгу или нет, она в моей жизни появилась случайно. Все хорошие, умные книги в последнее время заставляют читать Оля, и я ей очень благодарен. Невероятная книга, она меня очень тронула. Вот я хочу просто подарить её такой-такой мой «Элегантность ёжика» вам и Ермоловскому театру, чтобы и желая, чтобы потом, впоследствии, появилась библиотека из книг гостей, и каждый мог что-то. Вот я действительно настоятельно рекомендую эту книгу. Спасибо, Данил. Спасибо вам большое, Данил, спасибо. А я не знал, что ты подготовил. Нет, ну я мне удовлетворил, мне было важно, мне было важно. Представьте, что вам, вы два раза старше. Вот кто ты? Тебе сейчас 64 года. Вот кто ты? Чем ты занимаешься? Где ты живёшь? Честно говоря, я вот, вот, я даже, вот если бы потом поставили дверь искать «загляни туда», я бы не заглянул бы в эту дверь, в будущее. Я не хочу, правда, вот не хочу, я не хочу. Я хочу, я, ну, цель, нет, я хочу заниматься тем, чем я занимаюсь на сегодняшний день. Мне это важно, я хочу, я хочу снимать кино, если, видимо, пошёл четвёртый час беседы, я забыл от волнения сказать, ну, давайте, договори, давайте, 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 снимать. Шеструль, не удалось сыграть, а хотели бы. Есть такие? Да навалом. Ну, например? Ну, не знаю. Да много, правда, много. Правда, правда, много. Они снимали, они снимали, они целиком ни разу не сняли, они снимали какие-то кусочки, и их достаточно много. Да, Петя и снимал, я про него и говорю. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам большое. Спасибо. 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 Спасибо, счастливо. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо.